как раз с того времени когда начиналась для меня эта тема я просто объясню откуда она вообще взялась вот узнал я правда замечательную теорию шинона проявил математические модели формальные не будучи математиком как раз во всем случае по образованию с детства математикой занимался потом в какой-то момент завязал обнаружил для себя опять же что эти формальные все модели вот ну шикарно просто пришиваются к тем гуманитарным вопросом которыми я занимался наворотил там каких-то формул еще и столкнулся с тем что мне кажется что я вижу как эти формулы эти конструкции все пришиваются к какому-то там содержательной стороне дела но когда я начинаю объяснять что-то я могу либо строчить вот крючками и формулами вот логарифм берем там складываем и читаем взвешенные суммы и прочее либо когда поскольку я в это время на психфаке но и ради этого поступил в аспирантуру на психфак и значит вот по психологической теме по теории интеллекта как раз пытался тему информации продвигать когда речь заходила исключительно на словах потом предмете того о чем я думаю слов вообще практически и нет и в итоге я так и не защитился то что я там вот эти вот формула там с какими-то комментариями такими новыми разбавляющими формулы предъявил в качестве диссертации люди почитали скажет да это может быть интересная дневника естественно математическую сторону дело но это вот это наверное статья не диссертации здесь есть новизна значит на должным образом не оформлен так что иди отстань либо перепиши и в итоге я лет на 20 отложил потому что ну видимо то что не давало мне выложить это публично но и для внутреннего пользования тоже было препятствием сейчас вот уже через 20 лет обнаружил что действительно для того чтобы рассказывать о чем-то даже если может быть даже содержать нужно хорошо обдумывать какие-то конструкции вот с этой вот с формализмами на тему теории информации ну такие настроечные надо сначала научиться говорить об информации более-менее адекватно определенным каким-то содержательными понятиями потому что вот эта задача убедился что ни одного собеседника хоть везде и пытался анонсировать что вот эта тема интересна есть что по ней в итоге сказать ни одного собеседника который действительно с которым сам бы мог то есть нет ни один собеседник с которым я был состоянии вести вот этот вот разговор на уровне каких-то там вот категорий классификации и прочего так и не нашел и сейчас взялся искать вот эти вот ловушки держательные которые но это назвал их ловушками потом обнаружил что любой любая попытка вообще вот вывести разговор на тему информации там куда бы ее можно было пришить да и что с ее помощью можно было бы истолковать и конструировать смоделировать и прочее они попадают в общем-то с такие стандартные ямы когда вот собеседник выдает определенную реакцию которая для него может быть это там заимствовано уже откуда-то подчеркнуто но как как заклинание какой-то но который обрубает дальнейшее движение ну пример это что вот мой научный руководитель главный математик на психфаке он естественно в свое время там про информацию прочитал теории шинона теории связи достаточно много материалов но у него отлеглось в голове что информация неиманентно знали причем в сами воспоминания о формализме математической стороне дела у него к тому времени уже выглядели примерно так вот он мне объяснял почему почему вот информация она не не работает в психологии вот человек идет с работы домой он значит на протяжении там десяти лет возвращается в одно и то же время в темноте к себе домой видит свое окно это окно никогда не светится и вдруг он видит там свет значит представляешь сколько для него в голове в этот момент всего проносится а что мы имеем с точки зрения теории информации значит окно либо горит либо не горит 1 2 1 2 1 бит информации ну разве это соизмеримо то что в голове у человека который увидел свое окно горящим и вот этот один бит информации то есть разворачивая или неразворачивая потому что почему с точки зрения теории информации это полный 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 бред да с точки зрения теории информации когда он видит свое но один бит я тоже не видел на самом деле но причем на регионе это вы сказали достаточно цельная по-моему Но в данном случае, с точки зрения теории информации, если мы заложим вероятности того, что окно горит или не горит, не одной второй, а одной второй, как сказал бы мой научный руководитель, а одна миллионная, или сколько там, 10 лет, на 365, значит 3650, значит одна 3650, как минимум, скорее, еще что-то. И вот эта единичная информация одного сообщения, невероятного, на которое все-таки поступило, она, это логарифм не от одной второй, а от одной, как минимум, 3650. Это уже, соответственно, не один бит, а это нечто гораздо большее. И то, хотя это все чисто условно. То есть весь вопрос упирается, ну не то, что весь, но как минимум. Это же вопрос, информация, сигнал, скорее. Есть понятие информации, есть понятие сигнал. То есть, этот сигнал может иметь, это, ничтожную информацию, да, сам по себе, но он просто включает все остальное. Это, ну, это, ну, это как курсы, это совсем другая вещь, да? Сигнал в данном случае как круглый, носитель информации. Сигнал очень прост, да, как бы всегда. Сигнал включает всю цепочку. То есть мы включаем, допустим, кнопку, получается двигатель, она там, соответственно, происходит куча всяких, так, мы это... Нет, в данном случае мы запускаем цепочку причинно-следственных связей. Правильно. Так же и здесь, пасихолог идет домой, видит включено окно, и для него является спусковым крючком, и запускается весь механизм, как бы то, что происходит внутри. Нет, ну, потенциальная энергия вот как раз вот этого механизма, она, там, неусловно говоря, пропорциональна информации. Так вот, и само представление... Я почему вспомнил этот пример, что забыл человек уже всю математику, связанную с этой. То есть, если бы он вчера что-то прочитал, у него как бы это настолько не упростилось. А заклинание вот это осталось, что информация немонятно здана, да? Или другое заклинание вот во второй теме с Дмитрием, там, и с Корвином, да, как раз потом скрепилось. Вот у человека вот эта вот тоже формула, что теория информации занимается формальными аспектами информации. Или там вот любых сообщений формальными аспектами. Причем там вот мы разбирались-разбирались очень долго, и пришли, стало ясно, наконец-то, откуда, да, вот это вот логическое такое. Но вот сам образ того, что информация, теория информации, она занимается только формальными аспектами, он как бы сразу дает простор для любого, кто хочет, ну, не пачкай себе голову вот этой математикой, а я вот, я занимаюсь диалектической логикой или еще что-то, меня содержание интересует. И поэтому теория информации я вообще даже напрягать голову не буду, чтобы понять, что там за этими логарифмами стоит, потому что я в содержании занимаюсь. А все эти логарифмы, они только к формальной стороне дела имеют отношение. Или там третий стереотип, но тут как раз не со стороны людей, которые когда-то к математике прикасались, которые, наоборот, уже с чисто бытовым употреблением слова, поскольку она, так сказать, как в свое время энергия стала очень многообещающим термином, мировая энергия, энергетические центры, все там вот биологическая энергия. Также информация, когда, как только термин пообещал что-то, и модель вот этого пообещала, какую-то глубину там и новое проникновение в сущности, тут же всем стало очень интересно это слово употреблять, и от экстрасенсов и эзотериков, и кончая там, ну, журналистами и всеми остальными. Слово везде, что за ним стоит, ну, уже вот в чисто таком, ну, как бы эпосном, каком-то таком вот варианте. И полно народа, которые говорят, да что информация, вот камень, да, это тоже информация, и вот это вот, вот дерево там, это информация, кругом информация, что-то про какие-то там формулы. И именно в поисках вот этих вот, ну, во-первых, занимаясь переучетом вот этих вот ловушек, решил пооткрывать вот, надо, по возможности, на философском штурме, где еще предоставится возможность, по поводу каждой вот из таких вот типичных ситуаций, как бы, ну, обсуждение, для того, чтобы посмотреть, насколько, во-первых, это распространено, и как с этим, как это превозмогать. И вот первая тема по поводу информации на философском штурме, на тему, что такое, то есть информация, это субстанция или это отношение. Потому что с точки зрения математики, ну, как бы, достаточно очевидно, что просто моделируется отношение между явлениями, да, построенное по определенным математическим, там, количественным законам. И как только мы вспоминаем о том, что информация – это отношение, сразу встает вопрос, вот, вот, говоришь про сигнал, да, ты ставишь на крайность сигналом информации, или это… Нет, ну, я считаю, что единица информации – это различие. Сигнал – это просто, как бы, воплощенное различие, да, как бы, там, которое что-то уже значит, то есть это давнейшее развитие, понятие различия. Я не очень понимаю, как понять, что информация – это либо отношение, либо субстанция, не очень понятно. Есть некое различие, там, как уж оно устанавливается, там, Различие между чем и чем? Вообще, любое различие есть – это минимальный элемент информации. Неважно между чем и чем. Будь оно, там, различие, там, объективной реальности, условно говоря, различие, ну, говорящие – это человек, воображение, там. Это совершенно неважно. То есть, это минимальный, по-моему, минимальный элемент информации – это различие. Из различия все остальное строится. И строится, во-первых, например, строится такая вещь, как сигнал. Да, вот есть и некое различие, и это различие есть, и является… Когда это различие изменяется от одного к другому, и это переход от одного различия к другому является сигналом. Наши, например, органы чувств построены по сигнальной системе, да? Вот мы на самом деле чувствуем, допустим, различие, да, допустим, тепло и холод, да? И при определенном достижении этого различия у нас… То есть, различие предполагается, как минимум, наличие, как минимум, двух состояний, да? Там, тепло и холод. Нет, ну, просто в силу того, что… Нет, различие, оно, на самом деле, может быть и неизвестно. Различие может быть просто как мелькание, там, непонятно, что там есть. Эти два состояния, они могут быть неразличены. Есть просто различие, и все. А уж на самом деле, если само тепло и холод, тепло и холод – это такой пример того, различия. А на самом деле, различие, оно более фундаментальное, чем тепло и холод. Просто Денис так говорит не о различии между теплом и холодом, не о различии в двух вещах, а о том, что у тебя есть некоторые объекты, ну да, например, учусь, я интеллирую по частям. У меня есть одна система – это преподаватели, которые учусь, интеллируют по частям, и вторая система – это я сам. И информация получается, тот сигнал, который мне пишет, там, на мятой салфетке, три-четыре формулы, там, какие-то, по которым я понимаю, это вопрос синхротизации меня, то есть, как у человека, чего-то еще умеющего делать, с самым преподавателем. То есть, в этом самом, в леске бумаги мало чего… Вы не забираешь такую информацию, да? То есть, философские не пытаются понять, что изначально… Ну, как раз философские поцены, я вот как раз там, да, на штуре… Просто к сложному не пытаются разойти. В интернете, Булат, я в интернете очень там много на эту тему объяснялся, сборщикам в частности, что ни в коем случае я вот эти вот, все эти разговоры и там размышления свои не затевал с целью найти какое-то философское обобщение, важное для философии, что вот информация, понятая таким-то образом, она переворачивает там в философию что-то. Скорее, вот к философам, да, вот в философскую диаспору, да, обратился постольку, поскольку другого уровня собеседники, они вообще даже хоть немножко подняться на формулу… Я хочу сказать, что нету никакого информационного слепка или информационного облика объекта какого-то. То есть информация, я понимаю, просто нечто интуитивное, да, как у что-то… Мне задачки, мне этой задачки, когда ты синхронизируешь твой объект, который у тебя есть, с неким твоим собственным состоянием, мне этой задачки этого дела не существует. Если я очень много умею делать и что-то умею делать, то у меня двумя-тремя запятыми и одной простой формулой можно научить интегрировать по частям. Можно мне так научить, на мятой салфетке кое-как написано. То есть от этого самого интегрирования по частям нет такого большого информационного объекта. А если просто синхронизация меня с моим учителем? Не обязательно меня и с моим учителем, или меня с книгой. Любые два явления, не субъективные, объективно существующие, единственное, если мы различаем какую-то череду состояний в одном и череду состояний в другом, они могут пребывать в отношении информации. Ну то есть любые два, они пребывают в отношении информации, просто где-то это отношение характеризуется нулевыми значениями, где-то максимальными. Если два танцора, вот они танцуют синхронно, то, скажем, один отображает практически состояние позы одного, взаимно однозначно отображает позы другого, и вот эта вот взаимная однозначность, это состояние максимальной взаимной информации. Другое дело, что если там, скажем, всего два состояния, да, две позы, и ой, две позы, то хоть она и максимальная, но она достаточно мала, потому что, ну, как бы, что там отображает-то, да, взаимно. А если миллионный поз, вот они танцуют, два бога, на протяжении эпох, и одна поза повторяет другую, но при этом они все равно отображают друг друга взаимно однозначно, то это бесконечное количество взаимной информации. Но шиноновская модель, она описывает именно вот это взаимное отображение. То есть это как раз слово отображение, которое по поводу информации нигде не встречается, которое хотелось бы тоже ввести в этот лексикон и прежде всего видеть в информации взаимное отображение. А синхронность, ты употребил слово синхронность сам или вот с тех пор? А вот, потому что я там тоже, я на форуме-то пишу, что как раз это отношение по своей сути, как отношение, оно больше всего похоже на отношение синхронности. То есть синхронность видеть субстанцию, синхронность видеть что-то такое почти материальное, никому в голову не переходит. Это отношение синхронности. Так синхронность это просто частный случай взаимной информации. Когда как раз, ну она в определенных пределах максимально, что при том количестве состояний, часы 60, скажем, минутных вот этих делений. Если стрелки идут синхронно, то больше 60 состояний один циферблат не может отражать относительно другого циферблата. То есть есть какие-то пределы. Но синхронность это как раз частный случай отношения взаимной информации. Ну и в другом случае, если часы эти идут. То есть если часы не идут, то и говорить о каком-то роде информации невозможно. Ну если они... Да, или часы идут, вторые, или вообще не идут? Ну там, да, там нулевая, как бы, независимо от... Да. Вы хотите сказать, что объекты, объективные реальности имеют определенного рода состояние, да? И эти состояния как бы есть, то, что можно назвать информацией об этом объекте. И постольку, поскольку состояние, цикл смены там состояния... Не-не-не, подожди, да я докончу. Просто я докончу. Просто на самом деле это все понятно про отображение. Только дело в том, что реальный объект имеет бесконечное число состояния. Да. Да, и как бы и ограниченное число состояния, тем как мы даем, ну... Мы предлагаем, считая, допустим, что данный объект имеет столько-то, столько-то состояния, и не больше. То есть говорить об информации, не подразумевая некие уровни детализации, на каждом конкретном случае мы останавливаемся на определенном уровне детализации, забывая об этом бессмысленно. И говорить, что вот в этом вот реальном явлении столько-то бит информации... Вот, и с этой точки зрения, знание и информация, это одно и то же. Именно с этой точки зрения... Знание и информация. Да, и информация, это дождественные вещи. Знание в объекте, то есть то, что мы считаем, что уж собой этот объект представляет, и информация, это одно и то же. Когда тут говорилось, какая-то фраза о том, что знание не монетно. А, так вот, это то, с чем жил великий когнитивный психолог, самый большой знаток... Нет, дело не в этом, дело просто в том, что изначально тут знание не монетная информация. На втуле, Фарказеевич. Знание не монетная информация, заявлялось. Я предпочитаю, что знание дождественной информации. Если мы говорим о том, что объекты обладают бесконечным в чистом состоянии, но мы эти объекты ограничиваем в определенном в чистом состоянии, то вот это вот ограничение есть не что иное, как знание в объекте. Именно так знание и формулируется в классических процессах. Нет, но вряд ли именно это знание, как бы... Нет, именно так знание формулируется, собственно. Что такое «изнание»? Во-первых, знание, наверняка, предполагает, помимо разбиения на определенное состояние дискретное, бесконечное, еще и взаимоотношения между этими состояниями. Вот мы знаем состояние растения. И это тоже важно. Знание связано с эрой, это все понятно. То, что мир связанный, и знание о мире тоже связано. Все это так. Просто что такое знание? Знание – это то, что мы, восприняв из реальности, сделали своим достоянием. То, что мы приняли в себе и удерживали в голове некую мысленную конструкцию, некую модель, которая принимает состояние синхронно с той реальностью, которую мы пытаемся отразить. Да, именно так. И наше знание – это как раз взаимная информация между этой моделью и той реальностью, которую мы отображаем. Нет, ну подождите, она информация не дождественно знает. Дождественно знает. Почему она дождественно знает? Ну, потому что то, что мы… Ты строишь, у тебя некоторые есть состояние, у тебя есть некоторое совокупное состояние, это состояние, у тебя, глупо говоря, автономное. Ты занимаешься тем, что вот эту картину, ты по каким-то следам, по маленьким кусочкам, как я говорю, по формуле написано на порванной салфетке, ты синхронизируешь ее с миром. Нет. Вы, на самом деле, здесь пытаетесь развить какую-то странную точку зрения. Точка зрения знаний состоит в том, что, на самом деле, не мы берем объект и из него потом вышелушиваем информацию и установим нашим знанием. А есть некое одновременное движение, да, движение знаний и движение объекта, да. То есть знание пытается конструировать объект изначально, и объект приспосабливается к этому знанию. Я вот вижу, что-то там такое сереется. Ага, говорю мне, это человек. Опять. Смотрю, а практикатор, у них разные. Во-первых, давайте не будем путать восприятие и знание. Знание, это всегда знание, ясное и четкое видение объекта. Восприятие отдельное, психологическое, это явление, оно вообще никакого отношения к разговору о знаниях, соотношениях знаний и информации не имеет. Да, человек отдельный может там что-то увидеть серое, подумать, что это человек, приблизится, а это собака. Это такое возможно, но это никакого отношения к знанию не имеет. Важно здесь различить, что у тебя есть некоторое состояние, которое ты называешь человеком, и ты его пытаешься по каким-то следам, по огрызкам синхронизировать с тем, что ты видишь в мире. Какой-то разговор. Когда это получается, когда это не получается. Давайте тогда просто приведем разговор к какому-то общему знаменателю. Я просто хотел выяснить вопрос, что мы называем знанием, что мы называем информацией. Вот мир представляет собой многообразие различий, да, и информация там бесконечное количество. То есть если каждый человек даст, вот говорим слово информация, если вот сейчас раз, два, три, четыре, пять, шесть, там, вводим определение информации, и тогда мы, значит, будем понимать, что мы говорим этого. Я предлагаю танцевать от истории, что вот хоть кот и уверял, что философы там ломали голову именно над понятием информации еще задолго. Мы не ломали. Они ломали, да. До них информация, сведения, реляция, там, вот в русском языке, да, реляция, например, в значении нынешней информации употреблялась гораздо чаще. Он с поля боя, там, с донесением несется, ноская на коне, он реляцию везет, а не информацию. Конечно. Вот. А именно слово информация, именно понятие информации, оно стало таким вот заряженным, там, все объясняющим, именно после того, как Шинон построил вот эту вот математическую модель. Причем математическую модель, позволяющую найти вот это вот то, что называется информацией, вне зависимости от того, есть ли она вообще хоть одна голова, или просто вот там два, ну, тех же светофора мигают на перекрестке, да, и в зависимости от того, насколько совпадают и синхронные вот эти вот мигания, между ними информация либо есть, либо нет. Причем она обнаруживает совершенно объективными методами. Вот ты считаешь количество этих совпадений, там, вероятность того, что горит зеленый, когда горит зеленый на этом, вероятность того, что горит красный, когда красный. Стоп, 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 то есть информация теперь, это рассмотреться как связь, да, как закономерность. Теория связи, да, синоним теории информации, теория связи. Это же на самом деле своеобычное употребление термина. Я тоже могу любое слово к любому значению привязать. То есть информация у вас это некая закономимость. Информацию не привязали к этому, а наоборот информацию быстро взяли и отвязали от некой первичной вот этой шиноновской модели. То есть не было для этого. Да, то есть если бы вдруг стало практически удобно употреблять понятие шиноновской информации, вот на здоровье есть просто информация, про которую все все знают, есть шиноновская информация, которая является связью, являет собой отношение между объектами. Давайте так, два светофора мигают, они друг к другу никак не связаны. Да, здесь информация, два светофора мигают. Ничего сказать нельзя. Нет, если они асинхронны, то можно корректно сравнивать. Два светофора мигают и на самом деле у них есть некая закономерность. Они просто мигают с периодичностью, с отставанием или один запас относительно другого одну секунду. И тут информации больше. Правильно? То есть информация – это не связь. Информация – это просто как бы в том числе и связь. А если это связь, то у них она предполагает провода. Если у тебя одна светофора на другую за секунду, то они связаны между собой, да? Нет, они связаны между собой, но информация не служится к их связи. Потому что, вот есть два примера, два светофора совершенно, мигают как угодно, да? По отношению друг к другу. И два светофора мигающие с разрывом секунды. Это второе имеет по отношению к первому примеру больше информации. Больше связи, да? Правильно. Больше связи, но поэтому информация – это не связь. Корреляция – это просто дело, это то же самое, просто другой… Корреляция только добавляет информации к первому примеру. Отношение – то же самое, просто математическое, но выраженное иначе. Оно сводится к интервалу от нуля до единицы. Там не коммутируют, не выполняются определенно, поэтому пользоваться им как шумландовская информация гораздо сложнее. То есть никто ее не пытался. Но, в принципе, точно так же коэффициент корреляции отражает силу связи между… Берем информационную емкость, делим ее на количество информации, получаем… Даже в этих примерах ясно, что информация и знания тождественные. Опять же. Да слава богу, если все это будут видеть. Правильно. То есть уже можно будет уточнять тождественные они… Или дело в том, что ты говорила, что информация не имманент на знания. Это что означает? Булат, это не я говорил, это я привел как пример заблуждения моего научного руководителя. А что это такое вообще так означает? Я так понимаю, что ты можешь только так понять, что они не тождественные, что информация больше либо меньше. Да, но я называю это заблуждением, то есть меня в этом разглядать не надо. Информация и знания тождественные. Ну я бы не решился, так сказать. То есть это не манент. Что значит не манентное слово? Манентное такое умное слово, что внутренне присуще. Манентное обычно имеет в виду, что… Внутренне, не внешне. Что между ними нет границы. В общем, информация не находится внутри знаний и в нем внутри нет. Во всем хочу, я бы согласился с тем, что знания – это частный случай информации. Когда мы говорим об информации, взаимной информации между нашей умственной моделью какой-то, внутренней и внешним миром, да, вот здесь это же нечто там близко к знанию. А когда мы говорим о взаимной информации между двумя светофорами, при чем тут наше знание? Мы уйдем или мы даже про эти светофоры не знаем. Это отношение между двумя светофорами, оно будет существовать объективно, даже без взаимодействия. Но тем не менее, это знание тоже… Если не будет человек изнающего знания, то что же присутствует там? Не, но отношение легче и тяжелее. Зависит от того, узнаем мы об этом или не знаем. Не, ну под знанием понимается не только, что узнаем мы лично, люди там. Под знанием понимается и то, что мы будем знать когда-нибудь, и то, что мы когда-то знаем… Не, ну если бы не говоришь, что один светофор знает о том, что из себя сейчас… Узнание – это несубъективная характеристика. Ну понятно, то есть понятно, что у тебя корреляции есть, а о знании каком-то, что один светофор знает о другой, говорить не приходится. Ну да. А корреляция налицо, на секунду, кстати. Но поскольку вот информация – это единственное что-то такое вот, находящееся между абсолютно объективным, да, и объективно измеряемое, обнаруживаемое там в том же техническом канале связи, и в то же время что-то такое вот и субъективно знакомое и близкое, соблазн все-таки действительно построить как из кирпичиков вот модель того же знания и образ того, как, откуда знание, как оно складывается вот из этих элементарных информаций взаимных, очень большое. Да. Гигельский тип рационализм никогда не умрет, на самом деле. Потому что это не что иное, как предположение о том, что эта реальность построена рационалистически, да, что существуют как бы связи, которые мы называем законами, да, что так оно и есть, да, потому что следофоры будут отобегать с разрывом секунду в вечности, да, как бы там, информация не разрушена. Да, ну почему не обязательно? Это нравственное замечание. Да не нравственное замечание. Это высокомограммное замечание. И просто на самом деле… Если они в течение часа облегали синхронно, как бы, то в течение этого часа между ними сочетала взаимная информация, объективная, как бы, ну а что в этом такого противоестественного? Звучит не по-русски, что в течение часа между ними существовала информация. А тут вообще не существовала и агаляция. Или взаимная информация. Да. Может просто… Ну а лучше нода-то, я не помню, введение как бы это есть. Сначала почему-то традиционно, вот, мера Хавки, да, что вот, энтропия… Тоже в словах, там, там, когда энтропия – сообщение… Ну, то есть, вот, есть там, да, вот та же монетка, да, у нее два состояния. Значит, и вычисляется для этих состояний энтропия. И Харкин на понятии энтропии и остановился. Бесконечное число состояний, еще и ребро есть. Оно не маловероятное, но оно есть. Ну, для этого потом придумали дифференциальную информацию, да, про которую содержать, толковать вообще практически. Я вот, честно говоря, не берусь. Ну, нету за этим… А что? Модель с монеткой… Ну, это идеальная монетка. Ну, вот, я и поэтому и говорю, что, увы, на самом деле, не с информацией говорить. Вы говорите, вот, есть рационалистическое понимание. Давайте мы придумаем мир, который был бы, вот, как вы рассказываете, информационным миром, да. А настоящего мира здесь нет, это их поменья. Вот так, то самое рационалистическое заблуждение, которое, как бы, апеллирует, не с реальностями, а с придумками. Так, ну, любой разговор о реальности – это какое-то ее членение. Вот, ты употребил слово, ты искусственный вычлен. В общем, просто слово информация… Есть же люди, которые говорят, что вот есть наше пространство и скажут… Все понятно. Ну, просто информация – это слова блудения. Понимаешь, давно уже об этом сказано все у Гегеля. Зачем еще придумать новое слово? Ну, Гегель об этом все давно сказал уже. Ну, и… Обнаружено. Обнаружено. Совершенную терапию он тоже получил. Ну, если он эту математику не применил к этому, это не значит, что он этим не занимался. У него же давно уже все получилось, что… Это, как бы, реальность, как бы, тождество нашего… И эту… И теорему доказывал про соотношение шума в канале сигнала тоже Гегель доказывал. Он про это не доказывал. Математику уже не применял. Он доказывал, он не применял. Математику не применял. Нет, ну, может все-таки дать определение информации, потому что оно все-таки рекурсивное. И тут… Это у меня такое. Да. Я так понимаю, что каждый имеет под словом «информация» что-то свое. Я, допустим, специалист в области обработки экономической информации. Ну… Есть математическая модель. Правда, у Шинона она строится на образе вероятностей, условных вероятностей. Калмагоров взял и там, скажем, это все на… В терминах алгоритмов изложил. Ну, ту же самую модель, по сути дела, да? Там… Кто-то взял и ту же самую модель на… В терминах множеств, пересечений множеств. По сути дела и там, и там, и там взаимное отображение. Причем-то, если бы была доска там или бумажка, я бы наглядно бы нарисовал. Есть? Ну… Собираюсь, наверное, сильно нет. А ручка подвески есть? Да, ручка где-то есть. Ручку я из кармана могу снять. А в информациях, в которых пишут, я не знаю. Такой мальчик. Ой… Не пишет? Пишет, пишет хорошо. Вот я нарисовал два светофора, да? У каждого два три состояния. Да. Если мы имеем вот такое отображение, то это, скажем, максимальное состояние взаимной информации. Ну, а если мы имеем вот такое отображение… Вот вроде все не знаю. Вот… Связей больше, да? На зеленой сравненной вероятности может и красный, и желтый. Это нулевая взаимная информация. Это чисто эмпирически, экспериментально, там, с помощью замеров подсчетов обнаруживается, ну, в случае как некого условного, да, разбиения на конечное… То есть, если мы не можем учитывать закон, то для нас это нулевая информация, да? А может быть там очень сложный закон есть на такой момент? Ну и что же, коэффициенты корреляции практически вылавливают. Вылавливают. Да, вылавливают. В наличии взаимной информации. Да, если у тебя коэффициент корреляции отличный от нуля, то все, все хорошо. Значит, где-то там что-то есть. Нет, подождите, мигание светофоров на самом деле может по очень сложному закону менять. И, тем не менее, как четко реакция вылавливается. Да, конечно. Вы знаете… Так, значит… Раз есть некий закон… Последовательность – это 500 лет. Последовательность – это 500 лет, но она выстраивается… Ну, тогда ты ведешь, что подестан, подестан, да? Нет, не получится. Вот каждая террориция… Если ты не успеешь это сделать, 500 лет надо ждать. У Шинона каждая эта линия названа условной вероятностью, да? Ну, условная вероятность предполагает именно временные совпадения или не совпадения. Нет, просто у вас в планете информации включен этот человек, который воспринимает это. Потому что у вас закономерность только та, которая познанная закономерность. Потому что между двумя светофорами может существовать закономерность 500-летний цикл, который невозможно вычислить. И невозможно определить, если 500-летний пройдет. Мы можем предположить существование вероятности. Нет, в данном случае даже не будет до информации усложнение. Нет, просто нельзя так говорить, что если вот так бегает, то это нулевая… Вероятность того, что случится некое событие, оно существует объективно, независимо от наблюдателя. Да, именно так. Я говорю, что между двумя светофорами при любых конфигурациях одинаковая информация. При любых конфигурациях. Потому что если, в принципе, есть какие-то связи… То есть вероятности и условные вероятности независимо от нашего… А потому что если независимо от нас, то мы же не знаем законы всех. Реальность бесконечна любого познания о нем. Может быть, в мегане двух светофоров бесконечное количество законов есть. Поэтому все возможные комбинации меганий, они все равнозначны. Поэтому если нет воспринимающего, то все информации… Любой меганит двух светофоров одинаковая информация есть. Если есть воспринимающий, то есть если ограничение по нашей возможности что-то воспринимать, тогда да, тогда включается… Мы говорим, что хаотическое мегание – это меньше информации, чем закономерное. Но в любом случае включается наблюдатель. Поэтому говорить о том, что есть какая-то сама по себе информация – это нельзя. Светофоры есть. Независимо от того, есть наблюдатель. Правильно, и закономерности тоже есть, правильно? Даже если мы их не знаем. Они тоже есть. Но… Допустим, закономерность имеет цикл 500 лет. Мы это установить не можем никак. Но они есть, объективно. Поэтому говорить о том заранее, что данные, состояние, поле информации – чуть-чуть другое… Мы же не делаем никаких утверждений о том, какова эта информация – большая или маленькая. Мы говорим, что они имеют меньше информации. Это же все-таки оценочное суждение. Они имеют одинаковое количество информации. То есть все связи между… различные, все возможные связи между… То есть это фау из области сравнения бесконечности, раз бесконечно большая информация в одном… Нет, у светофора с тремя этими существует какое-то там ограниченное количество комбинаций взаимного мигания. То есть сами эти комбинации состояния существуют вне зависимости от… Да, и все эти комбинации – они равнозначны по информации. Корреляции здесь никакого отношения нет. Хорошо, тогда вот отношение синхронности… Забудем про информацию. Отношение синхронности между теми светофорами, которые на протяжении пяти тысяч лет мигают, совершенно согласованно, и отношение асинхронности между теми… А мы же не знаем, а синхронно она или нет. Может, закономерность с пятьсотлетним циклом. Мы же говорим, что нет наблюдателя, да, и как бы можно было это ставить в любые временные рамки. Пятьсотлетний цикл какой-нибудь там. Стоит реле какой-нибудь, оно на пятьсот лет там разлиновано там. И через пятьсот лет оно вернет все в исходное состояние. И все, и все начнется заново. Я просто не понимаю, как можно информацию без наблюдателя это оценить. Вот, говорите, есть какая-то информация объективная. Тогда надо это как-то понять. Это не очень понятно. Потому что я говорю, что мы не знаем закономерности Вселенной, да. Может быть, все наши представления современные о законах Вселенной, они на самом деле там составляют одну миллиардную часть знаний. Может быть, все изменится через какое-то время. Это что означает? Это означает на самом деле, что мы не можем говорить, мы не можем сравнивать различную информацию. Если мы чего-то не знаем, мы говорим, есть объективное явление, да. Если мы в этом явлении много чего не знаем. Если один светофор мигал по пятьсотлетнему циклу вот так вот и другой, да. А потом все начало повторяться. А, да. А некий другой, другая пара светофоров мигал абсолютно синхронно на протяжении пятисот лет. Мы можем посчитать количество времени, когда, скажем, красный на одном совпадал с красным на другом. Ну, можем. И для одного светофора это будет строго пятьсот лет. Да. Для другой пары светофоров это будет, там, что-то стремящееся к одной трети. Пятьсот на три. Возьмем эти числа как условные вероятности того, что прекрасным красным. Ну, это, я говорю, это чисто человеческие суждения. По-вашему, то, что светофоры мигают одновременно, это, знаете, это просто человеку приятно что-то простое. А почему с разрывом в одну секунду, это уже плохое состояние, да? С разрывом там пятьсот лет, это самое плохое состояние. Какие-то оценочные суждения. А, да, с разрывом в пятьсот лет ты имеешь в виду, что просто сдвиг по фазе? Да, сдвиг на пятьсот лет, да. А, ну так нет, естественно, да. В этом случае, если они мигают синхронно, но со сдвину в пятьсот лет... А как мы это узнаем? Это уже проблема наблюдателя. Ну, если со сдвигом в пятьсот лет они мигают синхронно... Ну, правильно. Ну, правильно. Ну, вот там мигает два светофора на перекрестке. Да. Может быть, они как раз со сдвигом такими мигают? Может быть. Так, а подожди, от того, что информация между индивидуальностью и софором... Я говорю, что все повторяется через пятьсот лет. Возможно. И от того, что я говорил о том, что эта информация существует объективно, это не значит, что я эту информацию могу тут же взять и обнаружить. Совершенно разное. Нет, мы не можем суждений сделать. Есть два различных... И существует, она не существует между этими двумя светофорами. Да, мы об этом... Не просто я считаю, что информация, которая вводится объективно, это какой-то нонсенс. Если нет наблюдателя... Пусть она не делает то, что даже физика... Физики такие вещи... Люди, физика, уж насколько объективная наука не позволяет себе без наблюдателя быть. Там везде система отчета, везде наблюдатель. Почему же в теории информации вот все уже? Можно вообще от всего отвлечься. Просто информация сама по себе. Да нет такого ничего. Существование электрона объективно от наблюдателя никто под сомнение не ставит. Другое дело. Замеры, связанные с этим электроном... Как-то? Это неправильно. Как-то существование электрона... Электрон где существует? Он существует в определенном месте. А место как определяется наблюдателя? Да неважно. Электрон сам по себе существует или не существует? Не существует электрон сам по себе. Существует конкретный электрон, конечно. Идеи электронной существуют, идеи информации точно так же существуют, а вот когда мы говорим о конкретной информации, всегда есть наблюдатель конкретной системы отчета, откуда это вычисляется, и кто определяет, сколько информации. На самом деле я Булату очень благодарен, во многом, я только еще собираюсь что-то сказать, а ты уже опередил, я просто долго не мог понять, что ты говоришь не про систему, а про сдвиг, скажем, в 500 лет. То есть почему я и начал рисовать вот эти вот стрелки, они говорили, как вслед за шиноном, что вероятность условная вероятность, потому что вероятность условная вероятность предполагает одно строгое отображение одновременности. То есть закон отображения задается сугубо во времени, именно синхронно, именно одновременно. Если вдруг они мигают со сдвигом на час, то это по шинону уже полный разбор, полное отсутствие взаимной информации. Но если закон этого отображения, скажем, одновременно минус 500 лет, то вдруг вместо вот этого колтуна, вот этих связей, мы как раз получаем раз, два, три. А закон отображения может быть любой, может быть пространственный, да, вот идут две дороги, ну там дорога, да, столбы по левой стороне, столбы по правой стороне. Они одновременно стоят, то есть тут никакой вероятности в шинономском понимании, с точки зрения вероятности. Вроде бы так вот напрямую говорить нельзя, но существует взаимное отображение по закону, слева от дороги, справа от дороги. Если там шаг этих столбов разный, то это отображение уже точно не является информативным, да, вот не содержит себе информацию. Но может быть существует какое-то другое отображение, да, вот они ползают там, и со сдвигом в 500 лет они оказываются другими. Почему не существует информацию? Я согласен, что с Булатом все-таки понятие информации, это понятие измерения существующего, какой-то реальности там или выдумки, но это измерение. Вот не хотелось бы останавливаться именно на образе измерения, потому что хочется говорить об измеряемом, о том, что измеряется. Я вот знаком с понятием информации, что туда вот это именно, что это, так сказать, человеческая придумка, это вот измеряем. Но это что-то, что Шенон научился мерить, да? Там я не знаю, кто Шенон или кто-то, но... Ну, в принципе, Шенон. Мы измеряем информацию там больше, меньше, значит, как вот то окно, с которого начали пример, что оно горело, не горело там, оно не горело, вот 10 лет, значит, у него информация была, вот она не горела. Потом загорелось, появился сигнал, ну и что там, а что там в голове происходит, что с точки зрения там информации, горело, не горело там. Так вот, как раз о том, что в голове происходит, это гораздо более осторожно. Это измерение, я считаю, что это вот понятие информации, это процесс измерения чего-то, вот, то, что вокруг нас. Поэтому есть какой-то наблюдатель, а если вот нет, некому измерять. Масса объекта, да, вот какого-то тела, она существует уже, независимо от того понятия. Ну, тут, как бы я понял, что предлагается как бы под информацией понимать эту характеристику упорядоченности объекта. Во всяком случае, если упорядоченности можно развернуть через какое-то понятие, то именно через информацию. Ну, не важно как бы, потому что минимум информации является какого-то хаотического нагромождения. Чем более хаотическое, тем меньше информации. — Чем более однозначное отображение между состоянием... — О definedality, причем отличное отображение — не очень понятно, но есть некая упорядоченность. — Ну упорядоченность это по рядам. — По рядам, не по рядам. — Убор сопорядочности. Слова русское вообще есть. — Просто то, что энтропии измеряется. Максимальная энтропия — это хроническая система. — Чем более упорядоченная... — «Энтропия» — чем больше состояние во всей возможной системы, тем больше энтропии. А упорядоченность в данном случае некая скованность в физике, то есть лед, вот вода замерзла, состояние уже одно зафиксировано. Это и дает информацию, потому что есть бесконечная хаотичность, где просто информации нет. А когда возникает упорядоченность какая-то, возникает информация. А какая может быть информация между состоянием и датом, скажем, сейчас и через 10 минут? Во времени нет. А нет, то есть тут взаимная информация как раз между этими двумя состояниями 100%. Скажем, а если это вода, кипяток, да, там все очень быстро, то взаимная информация между состоянием сейчас и через 10 минут она нулевая. Ну или там почти нулевая. Может, вы лучше дальше договорите свою мысль как-то так, потому что, мне кажется, мы остановились на каком-то этапе. Ну, на самом деле, тут какой-то такой вот единый, ну или там поступательной такой логики особо и нету. Я бы предложил просто вот такой вот вопрос. Игорь, тем более, Шанон прочитал совсем недавно. Вот речь про информацию и сообщение. Хотя, с другой стороны, вот все-таки математическая модель отписывает отношения между состоянием. Вот сообщение – это что? Это состояние приемника, состояние передатчика или это нечто, что там между приемником и передатчиком носится? То есть, если понимать, что, как бы помнить о том, что информация – это отношение между двумя явлениями, то там, скажем, говорить просто об информации и сообщения, не задавшись вопросом, что за отношение в данном случае. Нет, ну внутри сообщения есть взаимное отношение этих элементов и сообщения. Если уж говорить, что информация и соотношения, то это взаимное отношение элементов и сообщения. То есть, там передача здесь не о чем. Почему я забуксовал, когда начал пересказывать Харкетт, да, что вот он рассматривает энтропию сообщением. А потом вдруг он говорит о информации в канале связи, то есть информация между двумя и передатчиком. Ну, у тебя есть такая штука. Тут у тебя светофор с миллионов индикаторов, и там у тебя передатчик тоже светофор с миллионов индикаторов, да, и они у тебя идут по кому-то закону. И вот тебе приходят сообщения, которые позволяют тебе в передатчике, да, сделать это сообщение, превратить. Просто, когда говорят о информации, просто, значит, понятие шума, становится непонятным. Когда появляется шум, становится понятным. А что понятно? А что мы говорим в городе? Шумы... Заранее же существуют каналы связи. Что это такое? Это означает, что определенное слово уже имеет определенное значение. Это же не так происходит. Уши открыл, как бы, и нечто новое услышал, как бы, и сидит, думает, что это такое, это новое. Он заранее уже все это улучшил. Я не знаю. Если человек заранее умел интегрировать, да, то его очень легко научить интегрировать по частям. Вот у тебя система... Я не умею интегрировать по частям, поэтому даже не понимаю, в чем. У тебя вот такая система какая-то. Если человек вообще математики не знает, ты по частям его никогда не научишь. Это да. Я про это говорю. Поэтому я уже что говорю? Он говорит, он имеет какое-то знание, ты не понимаешь. Поэтому, как бы, и нет такого субстанциального объекта, скажем, интегрирования по частям такого вот. Такого облака над этим, учебника такого, как информации нет. А есть отношения двух систем. Человека, который умеет интегрировать по частям и просто интегрировать, человека, который способен к математике и умеет интегрировать. И он путем вот этого самого простого сообщения, намятой салфетки, со мной какой-то простой формулой, воспроизводит эту структуру. Ну, этот пример, он предполагает все-таки его очень сложную систему отношений. С тем, что этот знал, с тем, что... Точно так же у тебя и когда... А с чем слово «информация» здесь служит? Вот я не понимаю. Вот это какое-то словоблудие. Вот информация, не информация. Причем десерт это все? Да. Вот если без этого слова. Просто... Да дело не в этом слове. Просто сама по себе сообщение как таково, как нечто субстанциональное. Как нечто субстанциональное. Оно не существует. Его нет. В том-то и дело. А мы в нашем гуманитарном мире, у нас даже есть вот у переследенных, у них есть даже большое светлое информационное пространство. Такое же большое, как наши с ними. И это у гуманитариев на каждом шагу. На каждом шагу. Для людей есть разумные существа в этой информационной пространстве. Давайте подождите, остановимся на этом моменте. Это просто интересно. То есть, по вашему, информация существует только в момент передачи, да? Да. Да, но это не правда же. Что значит момент передачи? Нет. Вот Игорь хочет это сказать, что не существует этой информации самой по себе. Да, не существует информации самой по себе. А есть задача о синхронизации двух систем. Нет, есть отношения. Нет, а я просто говорю другое. Есть системы, в системе все состояния уже есть. Да. 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 А вот в передаче есть одна реализация одной из этих возможных состояний. Поэтому говорить о том, что на самом деле информация существует только в момент контактов, в момент передачи. Это глас. Ты опять меня опередил. Одна из тем как раз, ну иллюзий, связанных с информацией. Какая? Что как будто бы теория информации описала вот некую информацию. Да и Хартли описал информацию, и Шинон описал эту же информацию. Там и все дальше говорили о той же самой информации. Ну, в данном случае вот про математическую модель и что за ней стоит. Так вот, на самом деле, так же как энергия, да, она потенциальная и актуальная. Ну, кинетическая. Ну, кинетическая. Вот в информации тоже, на самом деле, в этой модели явно есть два, ну как минимум, состояния информации. Потенциальная и актуальная. В Шиноновской взаимной информации, именно вот отношения двух систем, да, на протяжении 500 лет вот некой синхронности, это, естественно, потенциальная информация. В математике это взвешенный средний, да, вот этих вот информаций отдельных каких-то там вот взаимосвязей. А то, что, ну это не совсем получается вот уже грамотно говорить об информации сообщения, то есть передача, да, вот единичная передача, это смена вот этих вот… Нет, я бы, знаете, как говорил об этом? Нет, я бы чуть-чуть разверну только. Вот сообщение, да, оно тоже в простую систему возьмем. Вот есть монетка, да, у нее там 50-50, да, один бит информации состояния. И есть монетка, которая, ну, грубо говоря, вот такая вот пирамида, да, которая почти никогда на нее не падает вот так и почти всегда падает вот так. То есть вероятность того, что она упадет на основание, там, ну, 99% и 1%, что она упадет сюда, да, вот на это состояние. Тоже два состояния, неравноверятные. То есть, по идее, энтропия этой вот пирамидки, она гораздо меньше, чем энтропия монетки. Но в тот момент, когда она вдруг упала на вот это вот ребёнок, как раз взять логарифм от этой вот маленькой, наименьшей вероятности, информация в этот момент как раз очень большая. То есть это вот смена состояния самого вот этого отношения, актуальной информации. Нет, это в другом, просто сказать, вот есть две системы, да, как бы, и это, и они уже заранее уже приведены в некое соответствие. И это вот соответствие двух систем само по себе имеет, как вы говорили, потенциальную, там, пускай потенциальную огромную информацию. Так вот, сообщение, это просто, как бы, вот сигнал, который прошедший по этим каналам, и всё. Когда говорят, когда переследники говорят о том, что... Какой сигнал, если два следствия одной причины? Да, там, может быть, есть какой-то сигнал от причины к следствиям, но между этим... Нет, но системы... Ещё раз говорю, системы приведены в соответствие. Если системы в соответствии не приведены, никакой учитель, никакого ученика, ни о ничему не научит. И только там интегрирование по частям, он даже ничему другому элементарному не научит. Вот две системы приведены в соответствии. И вот эти две системы приведены в соответствии уже содержат потенциально огромную информацию. Сигнал, который проходит, это просто, как бы, единичная реализация этого взаимного соответствия. В данном случае сигнал третьей системы просто какая-то. Не важно, третьей системы или третьей, просто я переследиваю в виду. Вот информационное поле – это приведение систем в взаимное соответствие. Вот это взаимное соответствие, оно где-то висит потенциально. Вот это называется информационное поле. Понимаешь? В котором могут быть также реализации возможностей этого информационного поля, да, конкретные. А вот приведение в соответствие, оно где-то есть. Мы уже вот все четвером, мы понимаем русский язык. Мы уже в соответствии в некое приведены. Тем самым, что мы друг друга можем понять. И каждая наша фраза какая-то обращенная друг к другу – это просто реализация этого соответствия. Так вот это соответствие – это огромный пласт информации, да. А вот этот сигнал, который проходит там, единичный речевой акт – это какие-то элементарные акты реализации этого общего огромного соответствия. Поэтому такое выдвигать о том, что нет никакого потенциального поля информационного – это, по-моему, еще рановато. Нет, во всяком случае, о нем надо говорить гораздо более ответственно и конкретно. Ответственно надо говорить, да. Но говорить, что его вообще нет – это, по-моему, в таком вот варианте. Но это все равно, что нет антимира, откуда нам показания хоть есть? Но есть же соответствие между нами, да, вот если даже оно реализуется в каждой конкретной фразе, но оно уже заранее потенциально висит где-то вот, да, вот. Мы здесь понимаем русский язык, мы друг друга понимаем. И оно реализовано независимо от того, будем сейчас мы молчать или будем продолжать говорить. Оно уже есть. И вот это и называется информационным полем, которое, вот, информационным полем, давайте назовем русского языка. То есть, полчаса назад взаимный образ вообще объективно существующей информации, даже не информационного поля, а просто информации, тебе казался… Я просто принял условия вашей игры, почему так? Когда, если мы хотим что-то понять, мы же должны принимать условия игры, можем разговаривать о философских проблемах, что такое информация, а можем пытаться уже как бы решать вопросы… Я честно сказал, что даже просто об информации в таком узком звучании и то говорить трудно, и с самим собой, и тем более еще с кем-то, потому что тут совершенно не синхронизированные системы как раз, смысловые и всякие прочие. Да нет, я думаю, что вполне можно. В конце концов, речь… В том, что… В информационном поле на таком уровне способности говорить об элементах, мне кажется… Не-не-не, я просто выдвинул гипотезу, скажем так… Я понимаю, что это требует проверки, обсуждений и так далее… Просто Игорь сразу сходу тут же, прочитав Шинон и еще что-то такое подумал… Видение… Да, видение… Решил, что никакого информационного поля нет… Переследие на себя… Я говорю, что… Переследие, все о чем… Да, все… Я тебе говорю, что… Это делать здесь… Рановато, что можно вот такое представление… Ну, абсолютно… Составить… Ну, если есть кирпичи, то что из них там потом подстроено… Я бы сказал, что так… Представьте себе, вот огромная система интернет-сеть, да… Она представляет себе просто колоссальное количество информации… Вот интернет-сеть, да… Но, конкретные реализации, 이건 информация… Да, где мы там такие… Какие-то конкретные высказывания… Ну там, там… В этой… Ну там… Они действительно проходят телефон у одного пользователя к другому… Да… Но из этого и следуют, как бы… Что в этой Сети, как у Интернет, не существует… И чтоè, Фактически это высказывают… Он говорит, что вот конкретные высказывания… Нет, сети не существует… Нет никакой информационной Сети, в которой вот висит это… Ее нет… Нет, подожди- Если… Или по-другому можно сказать… Вот есть, например, текст и контекст… Да, вот мы пишем текст и говорим, что… Вот я текст сообщаю, это информация. А то, что там текст существует, много других текстов написанных, которые написаны после нас, этого ничего не существует, никакого нет контекста. Есть только текст. Ты можешь информацию взять вне отношения какого-то? Нет. Вообще невозможно. Именно поэтому я и говорю, что говорить о том, что информация существует в момент передачи информации, это ошибочно. Информация существует и независимо от передачи. Как раз светофор вам приводить. Мы же уже будем делать не в светофоре, а в информационном поле. А сообщениями. То твое сообщение является реализацией уже. Уже возможности все эти реализации уже существуют. А ты конкретный субъект, ты его только реализуешь, что ты возможностей, она уже существует потенциально. В виде сети, понимаешь? Это будь то интернет-сеть, будь то наша сеть. Это речь шла о сообщениях. Не речь шла о сообщениях. Просто я оппонирую тебя по отношению к информационному полю. Понимаешь, что я просто... То есть, ты согласен с тем, что говорить об информации и сообщения безотносительно того, с чем это сообщение пребывает в отношении информационном, бессмысленно? Я бы сказал так. Ты сказал слово, да? Это слово пребывает в каких-то отношениях с тобой. Я бы сказал так, что это бессмысленно говорит о приемнике и передатчике. Потому что сообщение, если мы говорим, что светофоры мигают, независимо от приемника и передатчика, есть ли так человек, который воспринимает мигание светофоров или нет? Мы говорили, что он светофор. В данном случае, если мы говорим о двух светофорах, то любой из них можно рассматривать как приемник и передатчик. Один из них, как приемник и передатчик. Между ними существует отношение взаимной информации. Просто нащупывать эту тему стали, да, в технике, в каналах связи, где там, в том числе и приемник-передатчик почти всегда синхронный, только маленький шум как бы нарушает эту синхронность и взаимную однозначность. А потом вдруг выяснено, что шум – это не досадная помеха, а это глобальное явление в мире, там, скажем, шума может быть гораздо больше, чем полезного сигнала. И мы как раз вот среди не то, что шума, а вообще вот этого полного вот такого вот шума, это вот это вот в перекрестном всякие отношения. И мы какие-то дозы, там, крупиночки вот этих вот упорядоченных каких-то взаимно-однозначных отражений. Или даже, ну, слегка напоминающих взаимно-однозначные отражения. Мы вылавливаем, но мы, несмотря на большое количество шума, на подавляющем его большинство в канале, мы можем однозначно восстановить и... Не очень понятно. Ну, совсем однозначно. Знаете, не очень понятно. Просто не очень понятно, что такое... Вот передачи передают информацию, а сам-то передачи их знает, что он передает? Вы понимаете, у нас... Передачи это же железо. У Шинона это просто-просто железо. А у нас это вообще любая система. Она не передает взаимные информации. Хорошо, откуда берется шум? Какие? Откуда памяти берутся? Если передачи машины на другой стороне машины... Вообще само это неоднозначное взаимосоответствие рассматривалось как шум, только в техническом канале связи, который близок вот почти на 100% вот этому взаимооднозначному отношению. Да что угодно. И там может существовать образ сообщения, то есть это синхронное состояние того и другого, да? И чуть-чуть вот некие какие-то там сбои, непонятно, что там... Сообщение с трещиной. Что угодно, да. Провод залило, кабель, канал между ними, который есть, у мэрфа возникает и так далее. Все что угодно может быть. Как-то разговоры, как-то интересное строить. Сначала говорили об информации в одном смысле, теперь о совсем другом. Соотношение полезной информации и шума – это совсем другая задача вообще. И вообще другое понимание. Либо мы говорим о том, что информация воспринимается 100% без всяких шумов, либо мы все-таки говорим о том, что есть шум. В восприятии информации вообще и слова не было сказано. Да я понимаю взаимосоответствия. Либо оно сразу есть и абсолютное. Нет. Вот чем Болдачев? Все беда Болдачева. Вот он говорит про темпоральные системы. Он говорит, смотрите, а ведь на самом деле причиной вот этого следствия могло быть вот это, а могло быть вот это, могло быть вот это. То есть раз это и это, значит только вся система целиком является причиной какого-то своего состояния. А то, что степень влияния этого, степень влияния этого, степень влияния этого, она как раз измерима и как раз с помощью той же самой взаимной информации Шинона, если мы увидим как раз в этом влиянии взаимной информации Шинона, то это может больше, а вот это может меньше. То есть уже без той самой взаимной однозначности можно отражать эти взаимодействия. Как причина с вероятностью? То есть существует система, она может быть в трехсостоянии. Ну там, скажем, Аннушка пролила масло на рельсы, а Волант там что-то сказал Берлиозу. А может быть причина того, что Берлиоз поскользнулся, не то, что Аннушка на рельсы пролила масло, а то, что Волант в нужный момент сказал, что это Берлиоза, поэтому он пошел через рельсы именно в этот момент, о чем-то вспомнил, задумался и поскользнулся. И может быть причина славы Берлиоза? Может. Это же вопрос о знании, а не вопрос о реальности. Ведь если мы говорим, что реальность оторвана от человека, она сама по себе, в ней знание-то абсолютно, в ней причинные следствия абсолютно устанавливаются, нет вероятности. Абсолютно известно, что является причиной, абсолютно известно, что является следствием. Еще раз, в чем, где? Если мы оторвали реальность от человека, только для человека, может быть, человек может что-то не знать, он может не знать, что является причиной. То ли одно, то ли другое. Но если в реальности это абсолютно известно, что является причиной другого. Реальность сама по себе это связана. Но о причинах Булдачев голову ломает. Нет, это понятно. А на данной степени может существовать и между причинами, и системами следствия, и между системами следствия. Пример некорректный, в реальности так не происходит, что одно, смотрите, как бы, это время-будто-система может быть в трех состояниях, и она перешла в одно из этих состояний. Эти два других состояния никакого влияния не оказывают. Любая реальность, она всегда сложнее того, что мы можем о ней сказать или подумать. Ну, тут что, каждый раз у нас это носит? Нет, я не говорю, что сложнее. Просто как бы надо договариваться о условиях, задачах. Либо у нас на самом деле есть понятие отсутствия знаний, отсутствия информации, либо у нас есть понимание, что мы находимся на абсолютных позициях, мы знаем абсолютно всю информацию. Мы только что говорили, что если есть корреляция в 500 лет, если они есть абсолютно, то есть об этом... Вы знаете, что мы не знаем. Когда он не говорил о всей информации? Да, дело не обо всей информации. Либо мы говорим, что информация это некая объективная реальность, и она существует сама по себе, и мы можем отвлечься от того, знаем мы эту объективную реальность или не знаем. Мы ее можем либо заметить, либо не заметить. Не важно, мы можем ее заметить. Это вообще оцеплен человеком. Она, безусловно, сама по себе, но как ей можно сказать, как объективная реальность, я не уверен, что можно говорить. Я тогда не понимаю. Как все условия, задачи я тогда не могу понять. Вы постоянно перескакиваете от одного к другому. Вот кто у нас собирает информацию объективной реальность? Тогда мы должны забыть обо всех ошибках, обо всех помехах должны забыть, забыть обо всем незнании. То, что как ты называешь она объективной реальностью, мы совершенно не предполагаем, что ты должен забыть о всех шумах. А как? А так? Нету шумов. Нету. Ты неизв Khantu или sy Co? Нету шумов, нету. А вот с точки зрения объективной реальности игранулась очень и шумы. А как? Ты понимаешь? Шумы в объективной реальности это вещь принципиально неустранимая. Так и так устроен мир, Значит, ты хочешь сказать, что любое явление взаимно однозначно отражает другое явление? Нет, я не это хочу сказать. Я сказал слово «отображать». Я хочу сказать, что всё находится в некой взаимной связи, это закономерно. И эта взаимно-закономерная связь — это всего обо всём. И поэтому никаких шумов нет. Что такое шумы? Шумы — это нарушение некой нам нужной, необходимой связи. Вот есть, например, сообщение «нужная, необходимая связь». И она нарушается. А там нарушается. Она нарушается. Мало того, что у тебя нет объективный сигнал, у тебя ещё к этому присвоен какой-то стеркастический интеграл. Слушай, если действительно исходить из того, что весь мир взаимосвязан и детерминирован с одной частью, детерминирован над другой, то, конечно, тогда можно говорить об информации только в какой-то локации определённой. Нет, я предлагал вначале говорить об информации по отношению к человеку. Но вы сказали, что можно человека убрать. У тебя даже два светофора у тебя, когда между собой мигают, они у тебя мигают даже корренированно слегка, может, с периода 500 лет. Но при этом… Не слегка, а на 100%. Да, нет. Почему? У них строго периодически нет. Но часть ещё… Но второй светофор ещё собственную чечётку отбивает, ещё какую-то свою штуку, которая, на самом деле, определяется тем, что у тебя провод где-то там лежал. Не, ну как две части такого единого, взаимосвязанного, детерминированного мира, они, конечно, тогда стопроцентно… Ну это я не знаю. Если вырубить их каким-то образом из этого мира и… Вот это и говорят шумы. И шум является, вот эта ситуация шума, она является принципиально неустанимой вещью по шиному. Понимаете, зачем говорить о светофорах-то? Я не пойму. Светофоры… Это не субъекты. Ну нечто простое. Да, у них есть зелёный, жёлтый и красный. Я всё понимаю. Просто светофоры не друг другу информацию… Значит, вопрос в вычленении состояния… Точно так же я промываю салфетку-то любимую, интегрирование по частям. Там, как рызком карандаша написано, половину знаков неразличимы, и это… и, значит, салфетка кто-то глупый у тебя. Я могу просто ещё сказать, что в нашем разговоре всё перепутано и всё как бы спутано. Понимаете? Именно поэтому у нас альтута что-то понятность. Потому что вы не пытаетесь построить всё как бы логически, как бы устроено. То есть субъект, то его нет. Это неважно, неважно. Это существенно. Просто в моём примере в качестве синхризимых субъектов возникают два субъекта. Смотри, вот выделение двух светофоров, которые друг другу мигают – это наше представление о том, как они мигают. Они не только мигают, у них там что-то блестит, кряхтит, там… У них миллион, правда, это миллион соотношений друг с другом. Именно поэтому нет никаких шумов. Нет никаких шумов. Шумы только есть для нас, если мы выделили в этих светофорах три состояния. В каждом светофоре мы сказали – в этом три, в этом три. Тогда для нас есть шумы. А для самих-то светофоров они бесконечные по отношению друг к другу. И у них никаких шумов нет. Булат, а может действительно как-то договориться о локализации? Нет, правильно. Когда мы говорим о шумах, обязательно нужно вводить понятие субъекта. Потому что есть полезная информация. Только шум – это что такое? Ну, глядя, а мы можем, конечно, на определенном уровне детализации, введенную субъектом, наблюдателем, существует некая… Все остальное шума. А вот есть полезная информация, а все остальное… Оганичить влияние наблюдателя вот этим вот уровнем детализации. Два светофора, я прошу Очень ответить… Два светофора… Первое светофора… – Примерое светофор – там бесконечное количество состояния, второе Mario «бесконечное состояние» , Бесконечное состояние… – Неумума было! – Он выполняет пляску свою. – Более, неважно. — Неуму不會… У них состояние именно с точки зрения у некой конфеты… – Нас, с точки зрения д primero, с определенным временем исполняет Это мы ограничивали их состояние… Второй светофор исполняет, значит, пляску с оставанием в одну секунду от первого, плюс еще туда докладывается какой-нибудь токсический сигнал. Я тебе говорю, это задача, поставленная нами, субъектами. Да пусть. А сами светофоры, они бесконечные. Да ладно, ты рассказывай про сам, на самом деле, светофоры бесконечные. Ну как? У них там какой-то... Не бесконечный светофор. У них там электроны влетают, вылетают, там они там... Пусть, пусть. У них горит красный, зеленый и желтый, все. Это мы ограничиваем токсический сигнал. Ага, ограничиваем токсический сигнал. Это наш уровень дегетализации. Конечно. Я согласен. Ну вот имеем вот светофор вот так-так вы устроили, мы об электронных, а в данной модели... Я просто утверждаю, именно поскольку у вас так получается, у вас в конце получатся какие-нибудь парадоксальные выводы. Именно поэтому. Именно поэтому, понимаешь? Потому что изначально задача поставлена неправильно. Понимаешь, а в чем неправильная задача? Потому что нет системы отчета. Должно, если есть субъекты системы отчета, да откуда? Кто устанавливает, сколько в этой системе идти? Кто устанавливает, сколько в этой системе станет? Кто устанавливает, что является полезной информацией, а что является шумом? Потому что понятие шумо полезной информации сейчас относительно негатива. Гораздо интереснее было бы вывести потребность в установлении этих дискретных состояний и прочего из объективного существования информации, а не наоборот. это полезен, конечно, согласен то есть потребность наблюдателя в вычленении определенных уровней детализации определенных каналов связи объяснить через его потребность в нахождении неких объективных каналов все правильно а если мы сразу начинаем с наблюдателя а что мы будем объяснять если сама эта информация порождена наблюдателя условие задачи таково дело в том, что нельзя же нам порывать с тем как все реально устроено реально устроено так, что на самом деле все есть для наблюдателя да, оно все интегральное пускай оно все интегральное но реально мы не можем мы не можем отвлечься от того что именно наблюдатель вмешивается в объективную реальность и устанавливает, что она является таковой или нет что данное светофор имеет 3 состояния а не бесконечное количество ну не тот разговор ну что ты подцепился к электрону я просто хочу сказать, что разговор о шумах никак не вытекает с предыдущим разговором информации и не надо как бы два разговора путать если мы ввели разговор о шумах значит надо ввести разговор о полезной информации а полезной информации бывает только для нас и людей блат, блат, сам шум, само понятие шум Это только до тех пор, пока мы считаем, что информация это взаимно однозначное отображение Как только не взаимно однозначное отображение одной системы другой Значит, все, что не взаимно, это уже шум И шума может быть 99% в канале Ну так, так То есть шум, он как некая особая сущность, выделяется только там, где канал почти-почти синдром Как у вас нет изомофизма, а есть наполнение в одном отношении То вы можете говорить о шуме Почему? Да, когда этого шума 99% и чуть-чуть информации, ну какой смысл говорить о шуме? Лучше искать информацию Что такое шум? Это тоже информация Что такое шум, я понимаю, то, что вы говорите, мне все это понятно Но я не понимаю, как перейти к разговору, информация объективная, и перейти к разговору обо шуме У вас как будто упущено Нет информации о шуме Да или чем… Шума нет как отдельная субстанция Я говорю, разговор о шуме Есть просто неполная взаимная информация У тебя нет взаимно однозначного соответствия То есть у тебя система А хоть и пытается определить с собой систему Б, но она не означает, что она определяет ее однозначно. И чем меньше однозначности, тем больше шума. Просто шум — это мера неоднозначной, как бы неполноты информации. Это не какая-то особая субстанция, которую как-то там особо надо мерить. То есть сколько у тебя шума, как только у тебя нет изморфизма, я прошу все понимать. Как нет изморфизма, вы переходите от понятия информации, которая объективно существует без наблюдателей, потом к шумам. Я слово шум вспомнил только для того, чтобы его закопать, похоронить. Про шум все понятно. Взаимная информация не предполагает взаимооднозначности. Как только нет взаимооднозначности, значит вот уже то, что когда-то казалось, не казалось. Тут еще есть какое-то некое соображение, что у вас вообще-то под информацией принимаются именно вот каналы себя, каналы передачи информации, а не сама информация. Вот есть информация, как взаимооднозначно-ответствие двух свитопоров, а есть вот как канал. Потому что движение в этом канале, как бы, поражает... Никакого движения. Какое можно? Ну какая разница, это канал же есть, взаимооднозначно-ответствие, это некий канал. Как бы и это... Ну любое отношение это некий канал. Ну, в данном случае канал синоним просто отношения. Нет, ну просто понятие канал и понятие информации это разные вещи. Канал это канал. Канал он предполагает... Информация может двигаться по каналу. Вот, канал это одно явление, другое явление и связь отношений между ними. Вот это образовался канал. То есть канал это информация плюс два явления, находящихся в отношениях. Канал это информация плюс два явления, которые как бы... Да, находятся в отношениях. Которые имеются один передатчик, другой играет. Ну да, там любой из них может быть передатчиком. Это канал. Вот с точки зрения канала возникает понятие шума. Ну чем меньше взаимной информации, тем больше шума. Шум как особая субстанция, она... Причем, да это же та же информация, шум. Да нет, они уже перешли к тому разговору, что... Ну есть информация полезная, а есть информация не полезная. Вот полезная информация, как бы это... Ну да, но в технике понятие шума, это значит, ну не полезная информация. Ну информация. А? А чем она информация-то? А? Если у тебя информация, если с тебя отношения... Между двумя светофорами, это устанавливается бесконечное количество отношений. Потому что они железные там, какой-то там, или там, сделаны полу-пластмасса добавленного. Нет, ну естественно, мы локализуем каким-то образом то, что рассматриваем. Вот мы вот, благодаря, откуда возникла неполезная информация? Благодаря тому, что мы вылокализовали и сказали, что три состояния существуют у светофоров. Благодаря этому, все остальное стало шумом, естественно. Есть у тебя три состояния у одного светофора, и у другого три состояния. Но это неправда. С точки зрения реальности это неправда. Ну, именно три состояния. Но это наше. С точки зрения реальности. Нет. И давай не будешь рассказывать про электроны, про провода и про всякое. У вас светофоры стоят напротив друг друга. Да. Мы говорили о том, что стоят. Это состояние? Это информация или нет? Нет, ну в принципе, мы можем замерить температуру. Один светофор перегрелся. Если перегрелся один светофор, мы можем уже предположить, что перегревается и другой. То есть эта информация никак не связана. Разговор о том, что они железные, с проводами, это тот же самый разговор, что иногда монетка падает на ребро. Это не серьезный разговор. Нет, я же еще раз говорю, что это просто... Это вопрос об объективном существовании информации. То есть если мы действительно говорим, что информация будет объективно, тогда вот просто было-то надо иметь ответы. Мы говорили, что существует объективная информация. Состояния светофоров много. Могут другие бы замечательные корреляции. Самые разнообразные. Булат, я, например, полностью согласен, что между двумя светофорами, даже если мы изолируем один светофор от мира, другой светофор от мира, конечно, измерить в битах некое ограниченное количество взаимной информации совершенно не особо. Просто и поэтому как бы... Ее абсолютно бесконечно много. Разговор о том, что шум это просто не полезная информация, это разговор правильный. Это что такое шум, как отдельная субстанция, я, например, не понимаю. Не полезная информация, это информация, которая нам не нужна. Светофоры, допустим, коррелируют с температурой. Нет, вот давай, вернемся. Если информация, это отношение между чем-то и чем-то, то шум, не полезная информация, но все равно это отношение между чем и чем. Ну, допустим, двумя температурами светофоров. Там, не знаю, высотой, там, положительной. Но это информация, это не шум. Зачем еще образ шума? Нет, 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 как это понять, зачем образ шума? Потому что передача в канале, может, передают в канале конкретные вещи? Что же значит передаем в канале? В данном случае мы говорим о отношении между двумя явлениями. Что мы передаем туда? Мы никуда ничего не передаем. Никакого образа передачи. Вот как раз любой образ передачи, это представление о субстанции некой, которая передается. Информация, как отношение, она просто есть между двумя явлениями. Она никуда не передается. Для того, чтобы ее использовать... Шума тогда нет. Вот я про это и говорю. Шума, это некое... Шума не существует. Ну, некое... Как там этот... Кот-то любит употреблять это слово? Симулякор. Да не, это не симулякор. Это вообще того, чего нет. Ну, шума нет. Потому что все, что как бы существует, что только информация и все. Да. Правильно. Поэтому, как бы, о чем? Просто, когда мы говорим про передачу в канале, да, как бы, возникнет полезное и не полезное. Да, потому что ты в канале, вот, идет у тебя попачка, а на этом тебе какая-то просто стокастическая величина начинает. Чисто случайно. Ну, а как она существует? Какую информацию она задерживает? Как она заключается? Она тоже является закономерным? Случайно она как-то. Ну, а как это? Нет, нет. Ну, там стрелка. Ничего случайного не покупает. Генератор у тебя случайно чисел. Генератор. Вот именно что он случайно чисел. Какую информацию придет? Генератор случайно чисел по определенному закону работает. Ничего он случайно не работает. Все подвержено каким-то закономерностям. Просто сложно. неуловим закономерности, даже не значит, что этих нет. Шумов вообще нет. Шумов возникает только когда возникает передача. Давайте еще упростим наш светофор, у него два состояния у одного, два состояния у другого. То есть взаимная информация, у него получается один бит. Давайте лучше одно состояние у светофора. Вот один бит. Но если там у них идут какие-то несовпадения, несинхронность, это значит, у него максимально между двумя светофорами у каждого два состояния может быть один бит. Но в реальности, скажем, взаимная информация у них меньше. И вот эта разница между максимально возможной информацией взаимной и той, которую мы наблюдаем, это и есть шум. Просто вот эта разность. Это не какая-то особая субстанция или особое отношение какое-то. Это просто разность между максимально возможной и взаимной. Если у светофора два состояния, то шумов-то нет. Откуда шумы-то возникли? Но если они мигают не сейчас, они мигают не понедельно. Они мигают только определенным образом, правильно? А если они мигают синхронно, они уже не могут мигать несинхронно. Правильно? То, чего они... Почему? Иногда один случайно, вдруг раз, у него заскакивает и не всегда срабатывает переключение. Да почему? Поставим модель, они тебе одну секунду мигают синхронно, а потом минуту случайным образом. Потом опять секунду синхронным образом. То есть вот неполнотавая информация. А как мы будем это выбирать? Как вы построите здесь закон? Я вот не пойму. Да построим мы закон. Нажимаем эту секунду. В данном случае просто накопим статистику, да? Да, большую. На 500 лет мерили и... А опять получится, что это понятие синхронности будет субъективным фактором. А то будем мы решать, будет, да? На основе статистики. То есть опять же не закон, да? То есть недавно говорили взаимно-отозначение... Взяли, посчитали... Взяли, посчитали коэффициенты корреляции. Опять же мы говорим о том, что есть полезное что-то и есть что-то вредное. Подожди, а с той же массой как-то обходится? Что здесь полезное, что вредное? Полезное тебе то, что проще получается. То, что корреляция проще для нас, это полезное. Здесь важно видеть, что у тебя одно время он коррелирует, а с другое время не коррелирует. А по-другому коррелирует по синусоидальному закону. И что? И разность между этими, в отличие от одно... Ну вот сначала он вот так идет, а потом по синусоиде они бегают. И потом опять и так, и что? Да что он у тебя синусоидит? Я тебе случайность предлагаю. Нету никакой случайности так. Стохастически. Ты можешь, у тебя два... На в течение минуты у тебя это... Могут быть не синхронизированы абсолютно два светофора с двумя знаками? Могут или не могут? Ну пускай могут, но... Вот! Одну минуту у тебя синхронизованы, одну минуту абсолютно не синхронизованы. Чем тебе это не система шумами? Это же система не замолвленная, это система шумами. Нет, но это субъективное... Где оно субъективное? Я по-моему вижу только объективное. А объективное суждение говорит о том, что в данном законе никакого нет. А субъективное можно сказать, что есть закон, который нарушается шумами. Это просто интерпретация ситуации, а не характеристика. Это интерпретация. Можно сказать так, а можно сказать, что это просто нет законно и все. Закон это ведь нет. Закон есть. Тут сразу статистика какая-то. Закон есть. Мне кажется, это не нужно. Это именно корреляция системы, но информация ее будет менее там чего. Одна убита, да? В чем это меняется? Существенно менее. Нет, мне больше всего значит, что поражает. Мы говорили об объективной реальности. И как будто у субъектов нет. А теперь мы возвращаемся к тому, что кто-то должен решить. Посчитать статистику, взять, выбрать, сказать, что вот тут есть закон, а здесь стокастика там. Ну, что за бред? Ничего. Да нет. Ну, либо мы говорим, что объективно-реально, они стоят и бегают друг к другу. Объективно-реально. Таким математик, ты массу умеешь. И это означает, что либо закон есть, либо закон есть, либо нет. Либо то же самое, масса. Она объективно не бегает. Нет, еще раз говорю. Объективно. Ты все равно... А ты хочешь так и я с гиркой пробегал. Значит, она объективна. Нет, она объективна. Это то, что ты понимаешь. Эту реальность объективно, получается, упорядоченный субъект. Он подошел к нынешним образом и сказал, что вот когда они мигают одновременно, это закон. Ладно, ладно, бог с ними со светофорами. Действительно, их и человек сделал, там уже трудно без наблюдателя обойтись. Вот комета, она летит по пространству, да? Она никак не связана с Землей. Или с Солнцем, да? Ну, просто. Ну, нет. Потом в какой-то момент Солнце захватило комету, и она начинает по определенному закону вращаться вокруг Солнца. То есть в тот момент, когда она летела, независимо от существования Солнца... Ну, на самом деле, она подмотисовала со всеми телами во Вселенной, но это было чисто. Ну, хорошо. То есть можно признать факт наличия взаимной информации и отсутствия взаимной информации объективного, независимо от наблюдателя? Спасибо. 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 Спасибо.